Всем привет! Вы на канале Vitaly Plays и в этом видео я покажу вам свой топ 5 нычек, в которых вас невозможно будет убить. Ну что ж, ребят, давным-давно когда-то я снял свой первый выпуск на эту тему. Кто не в курсе, объясняю. Я уверен, что у всех, абсолютно у всех бывала такая ситуация, когда мы катаем каточку и к нам кто-то приходит в гости, либо же срочно нужно куда-то отстучиться, там помочь маме, бабушке, поднять жене коляску на этаж. Ну всякие ситуации бывали у каждого, да просто сходить в туалет срочно захотелось. Поэтому я создал свой топ 5 нычек, в которых вас невозможно будет развалить. То есть вы там сможете сохраниться некоторое время, потом уйти оттуда и продолжать разваливать. Ну это естественно, если вы ушли не на час, а там на пару минут и зона позволяет вам это все сделать. Либо же вы сможете на этих нычках уйти от сквада, захилиться и продолжать ваш бой. Ну я думаю вы поняли, да, зачем я снимаю данные нычки. Данные нычки я снимаю для той ситуации, если вы играете на высоких рангах уже и вы не хотите терять свои очки, а к вам кто-то пришел и вам нужно срочно оставить игру. Вот для этого я и снимаю данные нычки. Хотя вы можете использовать их в том случае, если вы качаете свой ранг и вам нужно входить в топ 10 постоянно. Приезжаете на данные локации, отсиживаетесь до топ 10, попадаете, получаете свои очки. Но я не советую вам так играть, это скучный геймплей. Хотя вы сами решаете, что вам с этим делать, я просто покажу вам эти нычки. Первая нычка находится у нас в районе руинов, вернее на руинах, все знают это место прекрасно. И в комментариях очень многие писали об этой нычке и писали, чтобы я показал еще нычек. Так вот, первая находится у нас именно здесь, именно в этом месте. Есть такие коробки, вскарабкиваемся на первую, на вторую и прыгаем туда. Нажимаем кнопку присесть, и если к нам кто-то пришел в гости, идем, разговариваем. Там у нас есть минут 8, если зона сошлась вот так. Еще раз, ребят, повторяюсь, это не новые нычки, это хорошо проверенные старые. Поэтому, если у вас есть какие-то возражения, лучше напишите свои нычки в комментариях, и я обязательно вставлю их в следующий ролик. Но, чтобы выбраться с данной нычки, все, что нужно сделать, это нажать на прыжок. Работает анимация, и вы просто выберетесь отсюда. Вот такая вот первая нычка. На мой взгляд, она очень-очень неплохая. А второй нычки тоже писали вы в комментариях. Находится она в тюрьме, под горой. Тоже достаточно крутая нычка. И поверьте мне, здесь вас тоже никто не убьет. Да, были умники, которые и под прошлым видео писали. А что если туда бросит гранату, то что? Так как вас спалят. Если вы не спалитесь, я не знаю, то туда никто не бросит гранату. Так что, вот вторая нычка. Юзайте ее на здоровье. За таким красным домом есть у нас гора. А под горой есть небольшая ямка. Просто пробегаем туда, нажимаем присесть. И поверьте, здесь вас никто не спалит. Никто. Ну а для того, чтобы выбраться с данной нычки, просто выходите и разваливаете всех налево-направо. Если для вас кажется, что все эти точки, которые я вам показываю, могут найти соперники, ну кто будет сюда бежать? Как часто вы бегаете и проверяете все данные нычки на карте? Напишите в комментах, как вы часто проверяете эти места. Я думаю, никто туда не бегает. Третья нычка находится у нас на Сосновке. Тоже она вроде и заезженная, но на самом деле она очень и очень крутая. Находится она у нас в этом здании. Здесь есть компьютеры. Вот эти компьютеры. Все, что нам нужно сделать, это по компьютерам забраться вверх. И я напоминаю, ребята, что это уже мой второй выпуск нычек, где вас не развалят. Если вы еще не видели первый, ссылочку я оставлю в описании. Обязательно сначала посмотрите первый, а потом уже смотрите второй. Потому что первым тоже есть очень и очень крутые места. Ну а для того, чтобы выбраться с данной нычки, все, что вам нужно сделать, это просто спрыгнуть вниз. То есть три разных локации я вам уже показал. Если к вам пришли, когда вы на руинах, если к вам пришли, когда вы на территории тюрьмы, если к вам кто-то пришел там или позвонил, вы на территории Сосновки. Так вот, еще одна четвертая нычка, если вы на территории Новорепного. Все, что вам нужно сделать, подбежать к этой вышке, забраться наверх, забраться на перила, разогнаться и перепрыгнуть на то здание. Да, с вас снимет чуть-чуть хп, но я надеюсь, у вас будет аптечка или бин, чтобы захилиться. Поверьте, здесь вас точно никто не убьет. Никто. А представьте на секундочку, если бы вы были здесь с оружием. Что можно сделать здесь с оружием? Это одно из лучших мест в Новорепном, для того, чтобы не только спрятаться, но и сделать очень много килов. Так, ладно, ну у нас же выпуск нычек для защиты, поэтому мы безоружные, забрались, отлежались, пока там сделали свои дела. Спрыгнули и побежали дальше. Все. Да, я знаю, что многие сейчас, вернее, даже не сейчас, раньше еще писали, а что делать, когда ко мне кто-то пришел, когда я лечу в самолете? Куда мне падать? Так вот, отвечу. Самолет чаще всего пролетает либо над школой, недалеко от школы, либо над Сосновкой. Поэтому, две самых крутых точки я вам здесь и покажу. Первая находится у нас на здании бассейна. Все, что вам нужно сделать, это пролетая над школой, выпрыгнуть и приземлиться на здание бассейна. Все. Поверьте мне, я делал так тысячу раз, тысячу раз, когда я хотел там переждать, например, первую фазу. Просто летел на бассейн, падал, первое кольцо сужалось и я бежал дальше. То есть, здесь вас никто не убьет, обзор шикарный и плюс потом еще подлутаться можно неплохо. Понятно, что зачастую зона первая сходится здесь. То есть, здесь еще будет зона. После того, как вы отлежались, чтобы спрыгнуть с бассейна, не теряя хп, вы просто бежите сюда и перепрыгиваете на основное здание школы. Ну и, естественно, бонусом к этой пятой нычке я покажу вам еще одну, потому что она касается тоже того момента, если к вам кто-то пришел или позвонил, когда вы летите в самолете. Но не пролетайте около школы, а летите над Сосновкой. Все, что вам нужно сделать, это полететь вот на ту точку, которую я отметил, там есть здание. Кстати, кто до сих пор прыгает вот так, как я в данном видео, советую вам посмотреть вот это видео. Естественно, вы всегда будете приземляться первым или разваливать ваших соперников еще когда те летят на парашюте. Ну да ладно. Мы летим на вот этот вот большой завод и смотрите, здесь есть несколько точек, чтобы приземлиться. Хотя приземлиться вы можете где угодно, но я советую вам подать сюда, потому что здесь большая площадь, но не ложится, потому что вас, в принципе, могут убить с горы. Но если кто-то сюда будет смотреть. Неплохое место вон там за трубой, но оттуда могут снять с телевышки. Возможно, возможно. И самое идеальное место, конечно же, здесь. Вот здесь. Подбегаете, ложитесь. Ну и если зона сошлась на сосновку еще, то у вас есть минут 12-15 для того, чтобы сделать все свои дела и вернуться в игру. Вот так. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравился мой второй выпуск топ-5 нычек, в которых вас не убьют. Если у вас есть какие-то свои, оставьте, пожалуйста, их в комментариях. Я обязательно сниму об этом видео. Надеюсь, вы оцените это видео лайком, потому как я очень сильно старался вам показать их. Напишите любой коммент, а также нажмете в колокольчик, чтобы не пропустить еще больше крутых видосов в будущем. У меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok